Всем привет! Давайте я постараюсь в этом видео исправить свою ошибку что нет видео для чего как устроен The Brush что это за программа и как с ней начать хотя бы работать Вот у нас есть интерфейс полностью Что здесь есть? Здесь есть у нас какие-то наименования которые возможно вы сейчас не понимаете и вот боковые бока в которых расположены какие-то знаки которые вам тоже сейчас не знакомы Ну давайте потихоньку все это дело поймем Первое. Вот это у нас рабочая зона Она уменьшается в документах Вот кстати вот здесь есть документы Здесь можно сделать экран светлее Здесь можно уменьшить зум экрана Вот так вот Уменьшить, прибавить Что есть еще? Давайте пройдемся по боковым Вот бока у нас здесь открываются Здесь у нас пустая есть пустое место Для чего она служит? Мы можем вот это все все что у нас здесь есть Все вот эти вот альфы, браши, колоры переносить сюда Потому что когда вы открываете здесь очень много функций в каждой Сразу не спешите их запоминать Это будет все в процессе работы вам известно Просто поймем что Что вот если взять вот этот вот значок То можно перетянуть это все сюда И при открытом вот этом боковом окне Можно будет просто не лазить туда Вот в эти верхние кнопки И просто работать уже здесь Если вы с чем-то работаете и что-то вам тут нужно Также открывается левая и правая Вот тоже Вы видите что закрывается И открывается правая и левая сторона Также вы их можете закрыть Чтобы они вам не мешали И работать уже чисто на площади На рабочем окне Но вот эта вот сторона вам в принципе пригодится постоянно Потому что здесь у вас появляются очень многие нужные функции которыми вы будете постоянно пользоваться Это стандарт Так Поехали Открываем вот окно Tools Здесь у нас находится Load Tools Можно загрузить Tool Tool Это вот эти вот у нас идут примитивы Сохранить Копировать Импортировать Экспортировать Экспортировать Клонировать И так далее Давайте откроем Tool Вот здесь находятся примитивы Сферы Кубы Цилиндры Потом Конусы И так далее Кольца Все это вы можете использовать в своей работе Откроем Давайте сферу пока Как это все Вот вы нажали Оно появилось Левая кнопка мыши Зажимаем и тянем вниз Вот у нас примитив здесь высветился Теперь чтобы начать с ним работать есть клавиша Edit Вот здесь она находится Мы ее сначала должны нажать Иначе работать с ней нельзя И сейчас еще работать с ней нельзя Почему? Потому что у нас не включена вот такая клавиша Make Poly Mesh Вот так вот Крутится модель Вот Давайте я нарисую что-нибудь Вот Крутится модель Это правая кнопка мыши зажимается и вот у вас идет работа с ней Передвигается модель Alt и левая кнопка мыши вверх вниз Вот вы ее вводите Затем добавление Затем что еще можно Боковая панель Вот здесь все что нам нужно для работы Кисти Их очень тут много Разные Вы можете вот такой вот работать Вот Вот так Кисть работает Есть кисти которые работают вытягивая вытягиванием Вот так вот Здесь вот вверху прибавляется Draft Size Он служит Видите уменьшает перо наше Делает его размер больше Меньше Это вот к себе Если вам это не надо То вы просто можете поставить вот эту кисть и просто рисовать Вот так вот Другие настройки идут тоже Вот вот эта часть будет рисовать совсем по другому Вы видите Вот так И нанести ее можно опять же до чего Вот если вы поставили альфу какую-нибудь И вот так вы можете альфа это рисовать вот именно точечно Вот вы видите какой вид у нее Сбросить все настройки вы можете вот в этой шкале все что вы делаете вот здесь все отмечается шаг назад два шага назад можно вернуться к началу Так с этим надеюсь понятно Текстуру пока оставим и вот у нас идет материал Здесь выбирается любая световая сфера с которой вам будет удобно с такой работаете Вот вот так конечно рекомендую брать глину потому что когда вы с ней работаете видно более все детали Если вы поставите другую блестящую сферу допустим то когда вы будете лепить блики будут вас отвлекать возможно но это каждый подберет для себя Также можно выбрать цвет заливки вот он можно вернуться Также это вот нижняя вот это вот две клавиши это для раскрашивания модели Смотрите уже видео как раскрашивать и для чего они служат как переключать и что делать Так разберем давайте теперь вот эти клавиши клавиша зад это вот мы рисуем поставлю на глину клавиша the sub она углубляет добавить дивайдов что такое дивайды это плотность сетки вот когда вы жмете ctrl d она прибавляется также сетку можно поправить в геометре это вот здесь вы можете просто удалить уменьшить то что вы прибавили вот она здесь все есть дивайды вот они прибавляются жмете их становится больше и вот здесь отмечается количество полигонов ваших вот этой модели сейчас у нее 130 полигонов ну почти 131 1000 полигонов также здесь есть настройки сетки дайна мэш зерэмэш это опять же смотрите видео сейчас не буду вдаваться в подробности что еще тут есть по шадоу бокс тоже смотрите видео этж луп тоже есть видео давайте вернемся к саптулам вот здесь появляются все наши саптулы с которыми мы работаем ноги обувь глаза лица головы и вот мы можем их добавить с помощью append добавить допустим вот примитивы или уже модель если мы работаем жмем make polymesh здесь допустим возьмем сейчас куб вот он у нас высветился мы на него переключаемся и допустим жмем make polymesh вот он здесь у нас появился мы можем вернуться на сферу и теперь этот куб у нас будет вот он мы его просто можем опять добавить это допустим другая деталь которая вам нужна вы работали с ней отдельно а потом хотите ее подгрузить уже к основной модели это вот такой вариант что делает сплит если так сплит пока пропустим есть дубликат вы жмете появляется дубликат включенной модели так отключим куб дубликат вот его сейчас не видно да вот этими кистьями вот этими кнопками моф скайл ротация все это можно включать вытягивать и так далее вот вы ее можете вытянуть и вот так вот соединить когда вы вот так вот соединили также вы можете ротации вертеть используя вот эту функцию и с помощью скайл вы можете сделать больше и можете сделать меньше также все это здесь есть и тут такие возможности зум активация скром и так далее симметрия флур здесь у нас включается сейчас вот зум если вы зажимаете левую кнопку мыши вы можете полностью окно двигать и оно будет приближаться уменьшаться так как вам нужно так это зум скролл это вот вы можете окно двигать что еще тут есть перспектива и есть флур флур это вот наша площадь квадрат к которому привязана модель на которой есть симметрия по х по вот она х у и з вот так все это выглядит и по какой оси вы работаете кто и вы привязываетесь так есть симметрия вот у нас кнопка симметрия если она включена все действия которые вы будете делать по объединению модели допустим она если не является симметричной вот как вот это она не симметрична то после определенных действий она будет одинаково симметрию давать что левая что правая сторона так это мы тоже понятно фрейм допустим вы потеряли модель вот вы не видите модель как быстро вернуть назад вы нажимаете фрейм вот модель перед вами затем затем вы можете зажать alt и левую кнопку мыши бросить alt и отвести модель туда куда вам надо вот так а можете использовать вот здесь есть клавиши вот он у вас скайл вы также можете им быстро приблизить удалить вот левая кнопка мыши зажимается и все также есть рука и есть ротация поле кнопка вот это она показывает сетку вот вашей модели она показывает сетку нижняя кнопка делает модель которая не отмечена прозрачной чтобы вы могли допустим вот работать где-то ее модель какую-то вставить в нее и было видно контуры предыдущей модели также это все отключается нажатием клавиш жмете драг вот должны у вас включены быть edit drag move sky ротация это вы вот этими уже работаете но когда надо отключить их вы переходите назад на драг так в принципе для начала что еще можно объяснить есть деформация в деформации вы можете полностью работать разными настройками здесь есть size вот он size также scale вот это тоже принцип тот же имеет тут же есть ротация и ротация есть тут вот вы можете ей и тут работать и тут кому как удобно также есть другие здесь настройки уменьшения выкручивания есть сглаживание вот эти вот polish relax она выглаживает модель делает ее более мягкой какие-то грани детали так что еще можно объяснить такая же функция есть в геометре это size вы также можете прибавлять модель в размерах можете ее вытягивать можете ее в разных направлениях гнуть и вот такая вот у вас фишка получается так по size объяснили есть вот клавиша lightbox здесь у вас есть текстуры уже стандартные есть альфы которые тоже есть вот тут вы их можете загрузить также tool вот tool сюда вы можете закидывать свои тулы которые допустим вы делаете модели и сюда их можете закидывать сейчас объясню как если вы что-то раньше делали и вдруг у вас вылетела программа то вот quick skype если что-то здесь осталось то оно тут будет вы можете нажмите нажмите и она выкидывает вот именно вот эту модель вот если вы с чем-то работали то там это сохраняется в памяти даже даже не надо искать этот файл он просто уже тут есть но есть еще одна фишка здесь вот есть материалы все что и тут потом файл клавиша как сохранить сохранить модель вы сохраняете тут жмете open это открыть модель а save сохранить но она сохраняется сейчас вам покажу в формате zpr это вот в тулах все вот эти тулы это формат это типа ваш проект он и сохраняется как проект а если уже какие-то работы он меняет название сам автоматически вы его можете так же изменить и нажать сохранить туда куда вы хотите и так же можете его загрузить так другое сохранение импорт импортируется модель любую модель которую которая вам нужна вы можете сюда импортировать нажимаете импорт находите вашу модель где она находится и вот модель у вас загружается какой она оси у вас стоит размеры вы видите что разные размеры модели потом получается при загрузке и все это вы уже корректируете тут лепите экспортировать эту модель то бишь сохранить формате общ вы можете нажав экспорт это уже формат который будет подходить для 3d max для блендера для скульптрис для всех программ они его читают это уже готовая модель ваша будет допустим и вы можете ее уже куда хотите экспортировать так ну в принципе для начала то все что хотел показал уже если глубже куда-то углубляться смотрите следующее прошлое видео маскинг как маска делается как что такое фибромеш так что еще тут можно полипейнт и так далее и все вот эти настройки которые есть вот вот здесь рендере там мов как записать видео есть такая информация вот все это вот это вы уже поймете когда будете конкретно делать то или иное действие на все вот эти вот клавиши в принципе есть видео и показано как там они работают какие функции для чего они нужны надеюсь это видео вам поможет начать работать в программе в принципе сначала будет вам тяжело но вы потом когда уже пооблукнитесь освоите здесь все вот эти названия запомните кстати голова сначала будет у вас кипеть по любому от этих названий дайномеш зеремеш ну потом вы станете уже нормально их понимать заучите и будете знать для чего что здесь нужно удачи в изучении этой программы очень программа интересная и смотрите видео буду стараться выкладывать видео как работать в принципе что можно делать в этой программе и какие действия производить все всем пока